Просто в кожаном переплете за стёжками. У меня такой никогда не было, и я за ней не гонялся. Пишет мне, написал один человек, в Грузии, в Ахтанг, как звать, из Ирландии. В Великобритании, как бы, рядом. У нас нет вильной помощи, а которые переведают, это большинство Библии. Это издают библейское общество, бывают братья Легионовы. Называния они просто с разных собираются. Нет определённого названия католики, там православные или как. И вот он пишет, что мне нужна такая Библия. Я пошёл в Лапку. В Барнауле очень хорошо сделали большие здания, они принадлежали городской администрации. на Римском проспекте, прямо напротив городской администрации, но с той и другой стороны. Красная осталась, она в таком-то князе принадлежала. А здесь они добились много лет, они там хлопотали. Построили для центрального, центральный район Барнаула, для администрации большое здание, а это освободили. И на улице лавка. Прекрасная. Ветра не в храме, а именно отдельно, вот что важно. Я говорю, Библия это есть? Она не знает, какие Библии канонические, не канонические. Есть. Показывает. Смотрю. Если написано по благословению патриарха, проверять не надо. А что ты проверишь, если ты не знаешь? Мне когда пишут, там, у меня Библия, вот я достал. Правильно или неправильно? Ну, я говорю, открой, где откроется? Он откроется. Считай там один стих, ещё раз откроет. Три места, если откроет, я прослушаю, я скажу, Библия. Это Синодальный перевод 1876 года. Православное издание. За 2000 лет православные католики ни разу, ни одного экземпляра Библии не издали без них канонических дней. У нас 77. Вот сама цифра, что-то значит, всё-таки 77. И мы знаем, семёнка – это полнота Божия. Семь дней. Я тоже остановлюсь на этом. Семь. Протестанты все выбросили. Одиннадцатый книг. Осталось 66. Если бы десять ещё, а то 66. Сын-то настораживающий. Тем более святые отцы Василия Великий пользовались книгами этими. Говорили много проповедян Златоуса и Маковейских. Кто я такой, чтобы решаться? И канонами это проведено. 85-е правило апостольское говорит. Нет сектанты. Он родился в этом. В Барнауле было так, представьте, он у них вырвал эти канонические книги и на пол бросил. Наши там ходили люди, подобрали. Мне привезли переплёсчики, реставратор книг был и переплёк. То есть иначе как неразумными, богофульными эти вещи назвать нельзя. Это мы вахтаргу я ушёл. Пошёл, показали Библию, благословение патриарха Алексея Второго. Я говорю, ещё есть, видимо, небольшой спрос. Там разные атрибуты такие. Ну всё, одеяние священническое. Она прошла ещё одна из. Патриарха Алексея, но в другое время я посмотрел. Крупный шериль хороший. А ещё есть, есть благословение Патриарха Святейшего, Кирилла. А ещё, она ещё одна от Кирилла. Я не знал, что при Кирилле два раза Библию издавали. Четыре. Я посмотрел, и цена такая сходная. И я взял все четыре. А он просил моих книг. Ещё трёхтомник, он единственный за 2000 лет. Полное толкование с откровением. Две тысячи лет никогда не было. Это тоже интересно. Две тысячи лет. И чтобы издано было полное толкование, да мало того ещё, как у меня там 27 комментариев не было. Почему я раздражаю людей этим? Объясняйте, никакого нет. Потому что я ещё не родился. Как вы себе думаете? Я не думаю, вы сами видите. У меня не было, и не было этого. А теперь весь. Начинаю думать, правда. Иллюстрации никогда не было. Не было никогда. Ни одной картинки. А мы 230 иллюстраций места Водоле раскрасили. Это вот трёхтомник у нас. Его видели в библиотеке даже у президента Путина. Патриарха. Всем подарили. Я ему послал. Паковали наши дети. Четыре библию просил одну. Он получил и скрылся. Я обычно так, порядок, деньги высылают. Они доверяют, да и не надо, я обязан посылать. А тут, потому что далеко было, и я на лето уезжал, торопился. Надо было сделать. И скрылся, и нету. Проходит месяц, я молчу, два, три, полгода где-то. У нас мама говорила, если у тебя украли, что-то сделали, ты скажи, господи, прими это как жертву, как милостыню. И Бог. Это все пятцы говорят. Ну и так проходит. Проходит немного времени, ему заявляются. Выходят. А он шофером там работает. Я вот не мог никак, где он был, я не стал спрашивать. В жизни всё бывает. Но до того доволен, и сейчас мы с ним встречаемся. А вот если нету, то раз бы, да как-то. Я доверился Богу. И оказалось, что у него обстоятельства он не стал говорить, какие. Но теперь Библия есть. Он может дать другим, там русская, где диаспора встречается. Вот как Бог делает, располагает. Вот мы, словом сказать, считали сегодня 108-й Псалом. У нас в Псалтыре 150, а их 151 Псалом еще есть. Это Псалом проклятия. И когда кто на кого гневается, вот ему вот, Тебя то, взлобил проклятие, оно и придет. И возлюбил благословение, оно и удалится. Пусть жена твоя ходит вдовое, и дети ищут. Милости, они пощады в дворах. Ну всё, всё собрано здесь. Но самое-то главное, Псалом. Кто их, Псалмы, размещал, какой цифр это? Нигде не написано. Нигде! Я не могу найти даже. Но 108-й. Что Псалом проклятия? И 108-й. И вдруг я узнаю. Больше миллиарда людей на земле молятся по щеткам. Это вот я показываю. У нас сотница. 108. Буддисты. Конкурсанты. Доцизм. 108. Ну, 110-й понятно. Вот мы стоим в 4-40. Почему? Я не знаю. У меня так, это моя вера. У меня ангел поднялся в 4-40. А объяснить можете, почему не в 5, не в 6, а в 4? Не могу. И вдруг я вас знаю. Мать Тереза. Говорят на английской премии. Присисленные клипы святые. Католики. Я не могу. У нее тысячи только помощников, которые помогают. В 4-40. Проходит еще какое-то время, я опять нахожу. Я убедился. Это от Бога. Доказательств никаких нету. А я это знаю. Вот кому может быть это не понять. Ну, просто испытайте это все. Вы убедите. А бывает так вот. Устал. И только до постели зашел. Вижу даже шторки. Корни не закрыл. Упал. И вдруг Ангел поднимает. Надо довериться этому. Бывает иногда тихо, шепотом. Иногда толкнет. А здесь Ангел меня не тронул. Или Догел меня я не слышал. А уже скоро утро. Ночная молитва. Она отдельно от утренней. Ну, приоделся, помолился. Я делюсь с вами опытом. Вы Богу доверяетесь. Будет сейчас крещение. Только крещение. Желательно. Мое желание. Чтобы вы сходили сегодня, завтра. Мне будет крещение. Там все осмотрели. И зашли в воду. Покупались. И погрузились в воду сами. Сложи руки вот так вот. Как перед причастием. Проще всего. И батюшка тебя погрузит. Повыше. Бывает так. Человек не готовился. И батюшка не может. Давит. Она вил-то вил. Она буквально как на столбах стоит. Батюшка говорит. Давит ее туда. Пое-как. После спрашиваю. Бата, что случилось? Не знаю. Докумает ли действительно крещение или нет. Другая тоже. Видимо так. Через фотографию рассматривали. Нет. Хоть одна волосинка у нее была здесь замочена. И показана. Когда она была. Волос поднимался. А тут прилипло. Значит. На уровне воды Пое-как. А что это? Жизнь. Жизнь. Она упрямая. Очень упрямая эта женщина. И на крещение. Она не жила этого. Она уперлась. Вышли колени. Вышли колени. И колени. Приклоним колени. И ты по голове ушел. Да поглубже. Я попутно все разговариваю. Вот везде надо бороться. За что? За правду. За справедливость говорят. Я этого не нахожу. За справедливость. Справедливости на земле нет. Ее не было никогда. Ее не будет никогда. Справедливость будет. Когда Бог рассудит каждого. 1 Коринфянам 4-5. Не судите никак. Прежде времени. До кори не придет Господь. И не осветит сокрытое во мраке. И тогда похвала будет каждому. А тут канонизация. Анафема. Стеньки разные. Но у Гащева по сей день считают. Я нашел, что анафемы какие есть. Там повторяется. Три особенно строгие. Это пары в первую очередь на православных. На нас грешны. Кто не любит Господа? Барана по анафему. Люди Господа не знают. Наступает как-то Андрей Скачев. Батюшка. Приговаривает. День правого Ильи. Храм переполненный. В воскресенье пришло. Половина нету. Ну придет же Илья. Он вам поотвечивает голову. Поотвечивает. Как будто гайки есть. Ну как. Мы не знаем как. Но даже знать. Самое главное. Это. В шесть часов нам надо объезжать. У-у-у. Значит шесть часов. Я что подумал. Где Галина то? Столк на кухне. Ну давай сюда. Быстро взять ведра. Галина. Простите. Ну так получилось. Я в бескрайнее море укусился и попнул. Соня. Где она? Они решили вот с Ольгой оставаться на кухне. А остальные сестры поехали. Я сказал Галину туда. Ну зачем мне пришли. Идет. 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 Да? Галина. Да? У нас такое дело. Шесть даже быть на дороге. А одного человека только берут. Из-за машины. У тебя машина. Ты не могла бы остальных кто желает поехать. Это вам будет разгрузка. Ягод наберете. И домой повезете. А мы же готовим. Машину сейчас открыть ворота и вы выйдете. Кто с ней быстренько на машину бедра в руки и пошел. А в обед пообеду эти приедете. Ничего не надо. Готово? Нет? Не готово. Что случилось? Холеса спустили к какому я велосипеду? А, кушание не готово. Твоей заботы никакой не. Только на машине увезти на ягоды. Мы даже не знаем где. Ягоды прямо берут бедрами. Клубника. А нынче мы ходили за бедрами. Ольга останется, да? Ольга останется. И на улицу. За кем? За ними, да. Клубники наберете, Тамара. Радуйся в Боге. Давайте. Быстро. Поедешь? Съезди, оставь. Оставь ее. Оставь ее. Оставь ее. Вот как раз тебе это...